Добрый день дорогие друзья! Как всегда в это время в эфире телеканала Хабар. Не изменяя своим традициям, вас приветствует программа Важно знать. Программа, в которой мы говорим на наиболее актуальные, интересующие наше общество темы. Ну и пользуясь случаем, я хотел бы от лица нашей редакции всех вас еще раз поздравить с наступившим новым 2018 годом. Ровно год назад Казахстан, первый из центрально-азиатских стран, вошел в качестве непостоянного члена в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. А в январе 2018 года именно этого возглавит Совбез ООН. Что это дает нашей стране? И в целом, какую работу успела провести наша страна за этот год в Совете Безопасности? На эти вопросы сегодня будет отвечать наш гость Жумабек Сарабеков, эксперт Института Мировой Экономики и Политики при Фонде Первого Президента Республики Казахстан. Жумабек, здравствуйте. Здравствуйте. Я вас тоже поздравляю с наступившим новым годом. Спасибо вам взаимно. И как мы понимаем, на самом деле год еще знаменательный тем, что ровно год назад мы же вошли вот именно в этот, в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН. На эту тему мы сегодня будем с вами говорить. Вам, дорогие друзья, тем временем хотел бы напомнить, что наша программа выходит в прямом эфире. К этой дискуссии мы приглашаем и вас присоединяться. Телефон студии 553-710, код города Астаны 71-72. А также, милости просим, мы ждем вас, опять-таки, ваши комментарии на наш электронный адрес. Адрес программы, кстати, вы сейчас видите на своих экранах. Ну и прежде чем мы начнем нашу дискуссию, давайте посмотрим один небольшой сюжет. В январе Казахстан председательствует в Совете Безопасности и Организации Объединенных Наций. В качестве непостоянного члена Совбеза ООН. Республика уделяет особое внимание урегулированию ситуации в Афганистане. Центральным вопросом председательства будет принятие документа резолюции по Центральной Азии и Афганистанам. Казахстан и ООН разрабатывают кодекс поведения при проведении международных антитеррористических операций. Не вызывает никаких сомнений, что наша страна в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН этот год провела недаром. И массу различных очень интересных инициатив, конечно же, было предложено за это время. Жумовек, ну опять-таки возвращаясь к той теме, что для нас январь 2018 года знаменательна еще и тем, что ровно год, как мы, исторически для нас оказались столь авторитетной и важной организацией. Давайте попытаемся вкратце все-таки разобраться, насколько мы были продуктивны в этой организации, с точки зрения наших инициатив, предложений и нашей работы. На самом деле это исторический момент для Казахстана. И пока подводить, скажем так, результаты рановато, потому что самый момент, пиковый момент для активизации нашей деятельности как раз-таки наступает в этом месяце. И мы председательством Совета Безопасности. Чтобы было понятно, Совет Безопасности, условно говоря, такое мировое правительство, где принимаются ключевые решения по вопросам обеспечения мира и стабильности во всем мире. То есть это такой ключевой орган, где решается судьба мира. Это не будет преувеличением, если мы так скажем. Да, год назад мы стали членами Совета Безопасности. И среди стран Центральной Азии мы первые, скажем так, получили такую возможность. И это время мы использовали достаточно продуктивно. В январе прошлого года глава государства обратился с политическим, то есть сделал политическое обращение Совета Безопасности. И там Казахстан выдвинул 7 приоритетов. Первый приоритет – Казахстан будет дальше продолжать консолидировать усилия международного сообщества по ядерному нераспространению и расширять режим ядерного разоружения. Это первое. Второе. Мы выступаем за снижение военной напряженности в глобальных и региональных масштабах. На сегодняшний день мы, к сожалению, нам приходится констатировать, что мир стоит перед угрозой глобального конфликта. Это опять-таки, несмотря на то, что холодная война закончилась, идеологические противоречия в мире, они сошли на нет. Но тем не менее, геополитическое противостояние в последние годы нарастает. Шумик, я прошу прощения, у нас просто время программы очень ограничено, что мы так вот более подробно, мы, конечно, не можем, к сожалению, углубиться в эти пункты. Но, насколько я понимаю, Казахстан с точки зрения международного имиджа продолжает играть роль всеобщего миротворца, да, и как страны, которая выступает за, во-первых, вопросы экологии, ну и самое главное, начиная с вопроса уничтожения или избавления от ядерной опасности, да. Мы все прекрасно понимаем о том, что наша страна более чем имеет на это право, как страна, которая в свое время, конечно, на своем примере это все показала. Вопрос, который касается сейчас новых вызовов и, скажем так, новых задач, нового, не побоюсь этого слова, экзамена, который стоит перед нашей страной в качестве уже председателя Совета Безопасности ООН. С какими основными рисками, с какими вызовами мы можем вот в данном уже отрезке времени столкнуться? Как я уже отметил, в условиях, когда напряженность геополитической конфронтации в мире нарастает, основные риски перед председательством Казахстана связаны со вспышками, скажем так, конфликтов. Например, все мы видим, что ситуация вокруг Северной Кореи на сегодняшний день призывается очень негативным ключе. И мы дальше не знаем, как поведет себя Америка, как отреагирует на это Китай. То есть основной риск связан с нестабильностью, с потенциальной нестабильностью на Корейском полуострове. Второе, большая неопределенность связана с Ближним Востоком. То есть как дальше будет развиваться ситуация в Сирии, в Ливии. Нестабильность сохраняется и на африканском уроке. То есть эти ключевые тренды, они не будут определять повестку дня, то есть оперативную повестку дня. Но тем не менее, я вот не успел сказать своей предыдущей речи, что основной приоритет для Казахстана, который мы будем продвигать во время председательства, это продвижение интересов Центральной Азии. То есть мы будем ставить на повестку дня Совета безопасности вопросы стабильности развития нашего региона и привязки с Афганистаном. Вот, кстати, как раз таки, вот сейчас вы предопределили мой вопрос, который хотел задать, да, касательно вот этой вот резолюции, если я не ошибаюсь, по-моему, так будет вид этого документа, да, резолюция в рамках вот этого председательства по Центральной Азии и Афганистану. Если все-таки вкратце, о каком документе идет речь, самое главное, что он нам должен дать? Резолюция — это вот основной результат, это вот, скажем так, основной выхлоп, который основной продукт деятельности Совета безопасности ООН решение принимается в виде резолюции. И положение той или иной резолюции, утвержденной в рамках Совета безопасности, оно носит обязательный характер для всех государств, членов ООН. И резолюция, которую мы готовим, казахстанская сторона готовит по Центральной Азии и Афганистану, она включает в себя вопросы обеспечения энергетической безопасности, и продовольственной водной безопасности, и в целом содействия миру стабильности в Афганистане. Потому что мы все понимаем, что без стабильно развивающегося Афганистана, скажем так, мы не можем реализовать свои задачи по ухождению в 30-х развитых стран. То есть Афганистан всегда будет фактором, который будет влиять на стабильность Центральной Азии. Поэтому мы, скажем так, понимаем и важность этой проблемы для нас, потому что из Афганистана исходят, к сожалению, вопросы терроризма, угрозы терроризма, риски экстремизма. Поэтому все эти вопросы нам необходимо решать. Шумек, вы знаете, те политологи, которые регулярно, скажем так, дают оценку нашей внутренней и внешней политики нашей страны, ну или в частности, когда мы говорим даже про главу государства, отмечают очень одну важную вещь, что помимо того, что мы выступаем с некими инициативами как предложениями, глава нашего государства еще отличается тем, что дает конкретные предложения, конкретных шагов, детальных программ, какие необходимо предпринять, чтобы эти вопросы решить. Когда мы говорим сейчас по поводу этой резолюции, мы сегодня четко понимаем, что у нас есть пошаговый сценарий и предложение, как решать вот эти вопросы и безопасности, и продовольственной безопасности, и всего остального. Здесь надо понимать, что резолюция еще находится в разработке, и документ нужно согласовывать с постоянными членами, с остальными непостоянными членами Совета Безопасности. Поэтому каким будет выглядеть итоговый документ, мы пока не можем сказать. Но, тем не менее, те вещи, которые я сказал, они отражают общие принципы, вопросы, которые будут отражены в этом документе. Мы понимаем из всего этого, дорогие друзья, что этот год в очередной раз для нашей страны на международной арене является таким очень важным, очень экзаменационным, я не побоюсь этого слова. Хотел бы вам напомнить, что мы работаем в прямом эфире, 553-710, это телефон нашей студии, как мне подсказывает, у нас есть уже телефонный звонок. Добрый день, вы в прямом эфире, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Алло. Мы вас слушаем, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Здравствуйте, я звоню вот из города Алматы, и у меня вот такой вот вопрос. Когда впервые стало известно о планах нашей страны стать непостоянным членом Совета Безопасности ООН? Спасибо большое за этот вопрос. Жмек, я, если вы позволите, от себя хотел бы еще вопрос один задать. Мы постоянно слышим «постоянный», «непостоянный», не знаю, как другим, но вот это слово «непостоянный» мне немного, честно сказать, ухорежет. Что, как отличие, чем, в чем отличие «постоянного» и «непостоянного», и вот на самом деле вопрос нашей телезрительницы, когда это было принято решение? Ну, начну с вашего вопроса, насчет непостоянного, статуса непостоянного члена. Ну, в целом, в мире все непостоянно. Поэтому, если переходить к сути вопроса, постоянными членами являются только пять государств. Это государство-победители после Второй мировой войны. Это Россия, США, Великобритания, Франция, Китай. Германия не входит. Германия не входит, да. И есть вот основная пятерка и еще десять непостоянных членов. И непостоянные члены, скажем так, в чем разница между, если Казахстан не входил в Совет Безопасности? Самая важная прерогатива, то, что непостоянный член Совета Безопасности получает возможность поднимать на повестку дня собственные вопросы. Вопросы собственного развития. И здесь, как бы, важно понимать, какой это редкий шанс для нас. Потому что на сегодняшний день около шестидесяти государств ООН до сих пор не представлены в Совет Безопасности. Никогда не были членами. Для Казахстана это, на самом деле, очень большое... Признание наших неких заслуг. Безусловно, потому что мы уже отметили, Казахстан одним из первых закрыл, скажем так, ядерный полигон на свете. Это прецедент мировой истории. Мы отказались от четвертого в мире по мощности ядерного арсенала. То есть мы, по сути, являемся лидерами антиядерного движения. Во-вторых, Казахстан внес огромный вклад в поддержание региональной и глобальной безопасности в целом. Потому что мы инициировали различные форматы СВМДА. Мы провели у себя переговоры по иранской ядерной проблематике. Мы сейчас... Казахстан является местом проведения сирийских переговоров. Поэтому все эти достижения, скажем так, Казахстана, вклад в обеспечение безопасности, они были признаны международным сообществом. Теперь по вопросу, когда Казахстан впервые, когда мы заговорили о членстве в Совете Безопасности, впервые, скажем, активные шаги начали в 2010 году. Но только в июне 2016 года нам удалось в честной борьбе с Таиландом получить большинство голосов для того, чтобы стать непостоянными членами. Мы получили 138 голосов, в Таиланде 55 голосов получили. Поэтому это такой исторический момент. Те, кто присутствовали в этот момент, когда озвучили результаты голосования, надо просто посмотреть, видеть их эмоции и как... Я ко всему этому хотел бы добавить еще такой отрыв, конечно, практически в два раза. Это тоже о чем-то говорит. Если вы позволите, есть вопросы, которые к нам пришли на электронный адрес. Мы, конечно же, анонсировали эту тему и визит нашего гостя. И вот какие вещи интересуют наших телезрителей. А что изменится в январе в связи с председательством Республики Казахстан в Совете Безопасности ООН? Вот еще раз повторю все-таки вопрос, который хотел бы от себя тоже добавить. Какие реальные дивиденды, ну не знаю, с точки зрения, может быть, продвижения имиджа страны, бренда страны, какой-либо социальной отрасли нашей страны, что это нам все-таки реально даст? Важно понимать, что за месяц все изменить в такой очень сложной структуре, как Совет Безопасности, довольно непросто. Поэтому надо оставаться реалистами, безусловно. Но, тем не менее, как я уже сказал, для Казахстана это, прежде всего, возможность для актуализации решения вопросов нашего региона, во-первых. Во-вторых, безусловно, это огромный шаг в сторону укрепления международной субъектности Казахстана и повышения в целом авторитета страны. В-третьих, это такой бесценный опыт для наших дипломатов и доступ к обширной актуальной информации по самым различным вопросам. Потому что Казахстан, помимо председательства в самом Совете Безопасности, Казахстан еще возглавляет комитеты, санкционные комитеты. Санкционные комитеты по Талибану, санкционные комитеты по ДАИШу и Аль-Каиде, и третий санкционный комитет по Сомалии и Аль-Айтреи. Я вас благодарю, конечно, за этот ответ. Дорогие друзья, к сожалению, время нашей программы, как всегда, ограничено для столь серьезных обсуждений. Но я думаю, к этой теме мы будем возвращаться еще вновь и вновь. Увидимся с вами здесь же, в эфире телеканала Хабар. Пусть все у вас будет хорошо и будем, как всегда, на связи. Счастливо. Счастливо.